Компания CoderLine приветствует вас. Наша встреча сегодня посвящена изменению МРОД и рассматривать мы его будем на примере демо-версии. Демо-версия будет у нас ERP 2.5.10. На экране вы видите наши контакты, адрес электронной почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта. То есть приглашаем вас посетить все наши контактные площадки и если кому-то не удалось прослушать до конца, например, сегодняшний вебинар или вы хотите, время для вас оказалось неудобным, вы можете немного позже на сайте посмотреть его в записи. Мы выкладываем записи наших вебинаров возможно вас заинтересуют какие-то другие материалы. Итак, программа нашего сегодняшнего вебинара. Мы поговорим про отличия в блоках зарплатных конфигурациях 1С ERP и 1С ZOOP. Ну и дальше поговорим, как организовать работу с зарплатным и с кадровым блоком в 2023 году, потому что изменений было много, придется некоторые настройки добавлять и исправлять. И соответственно поговорим про изменения, которые произошли, что нужно пересчитывать при работе в этом году в связи с изменением МРОТа. Проговорим про дополнительные сервисы, то есть все, что посвящено в этом году и показателям, которые связаны с повышением МРОТа. Как будет построен наш вебинар, я буду нормативную, скажем так, информацию показывать на слайдах. И параллельно мы будем переключаться с вами на демо-версию. Сейчас я на нее переключусь. Демо-версия ERP. И соответственно здесь будем уже рассматривать вопросы, которые будем проговаривать, то есть смотреть, так сказать, руками на то, как можно переключиться и что нужно сделать условно в живой программе. Возвращаемся снова к нашим слайдам. Итак, чем отличаются блоки ERP и зарплата? То есть первоначально в ERP включен зарплатный блок полностью с его функционалом версии проф. То есть практически эти блоки идентичны. Расхождение возникает, если вы, например, работаете в зарплате CORP, то есть один из зуб CORP. То есть это конфигурация, которая позволяет работать с обособленными подразделениями, с госзаказами. Ну и там, собственно, есть некоторые другие функции, которые в обычной версии проф. не применяют. Сейчас я переключусь на слайд, который показывает, кроме того, чем отличаются программы, показывает еще какие необходимы настройки. Соответственно, это вы видите сейчас перед собой слайд, карточка предприятия. В карточке предприятия нас будут интересовать две закладочки – учетная политика и рядом зарплата и кадры. На самом деле конфигурация проф, конфигурация ERP и зарплата и кадры отличаются очень незначительно. И в основном это интерфейс, то есть расположение некоторых сервисных функций. Итак, сейчас мы с вами переключаемся на демо, версию демо ERP. И здесь нас, собственно, интересует раздел NC и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. Мы сейчас на них переключались, и нас здесь интересует меню организации. То есть это мы с вами сейчас ищем, как зайти в карточку организации. Если у вас установлен мультифирменный учет, у вас откроется журнал ваших юридических лиц, там будет одна запись. Ну, если у вас мультифирменный учет, то есть несколько организаций, то здесь, соответственно, будет список ваших организаций. Почему мы начали именно с карточки организации? Потому что здесь две закладочки, как я уже сказала, нам будут интересны. Пока у меня открывается в демо-версии этот раздел, мы с вами посмотрим еще другой слайдик. То есть в ERP, у нас, когда откроется этот слайд, будет интересовать еще одно меню. То есть это в NC и администрирование меню зарплата. В ЗУПе у нас, вот он, я сейчас открою слайд, который будет показывать меню пункта зарплата в ЗУПе. Соответственно, сейчас проверим, открылась. О, открылась. Значит, у нас открылся список наших юридических лиц. Мы возьмем первое попавшееся, Андромеду Плюс. И, соответственно, в карточке контрагента, ой, контрагента, извините, организации, обратим внимание на то, что требуется проверить. В карточке ЗУП важно, чтобы у вас был актуальный релиз. Ну, то есть релиз, в который уже включены все изменения, дополнения, регламентные, новые документы и так далее. Пока открывается наша быстрая программа, мы посмотрим, где можно выяснить, какая у вас конфигурация, какой релиз. Это можно вот по такой пиктограммке, пиктограммка и с точечкой. То есть здесь отражается информация о вашей программе, то есть платформа, которая у вас установлена, и, соответственно, сама конфигурация и ее релиз. Вот вы видите его вот тут. Это важно, потому что у нас сейчас очень много новых бланков, новых регламентированных отчетов и так далее. То есть в самой организации нас интересует зарплата учетная политика, проверьте ее. И основное это зарплата и кадры. То есть, соответственно, если вы применяете районные коэффициенты, то вам нужно будет зайти вот по этой вкладочке и по ссылке изменить стороны, которые вас интересуют. Напоминаю, что МРОД у нас указывается без учета северных, допустим, то есть без учета районных коэффициентов. Они устанавливаются дополнительно. При обновлении программы будет учитываться федеральный МРОД и те добавки, дополнительные коэффициенты, которые уже на вашей территории, в вашем регионе должны применяться. На этом вот эта задача нас больше не интересует. И мы с вами возвращаемся снова в меню ERP. И дальше нас будет интересовать блок зарплата. То есть, как вы видите, блоки зарплаты в ERP, и я сейчас переключусь на слайдик зарплатного, вы видите красное выделение. Это практически идентичные функции, которые есть и в ZOOP, и в ERP. Как я уже сказала, основной функционал полностью перенесен в ERP, и, соответственно, различия будут только в том случае, если вы используете один из ZOOP-корп. Если вы его не используете, то, соответственно, у вас зарплатные блоки будут идентичны. Поэтому, собственно говоря, этот момент чисто оставить для сравнения. Показывать я буду вам на примере демо-корп. Это уже расширенный функционал, который мы сегодня, к сожалению, очень поверхностно сможем затронуть. Итак, что такое изменение МРОД для нынешней практики, так сказать? Ну, во-первых, еще одно добавление, что в ZOOP-корп немного расширен функционал для кадровиков, поскольку это связано, ну, во-первых, с поддержкой и госконтрактов, и обособленных подразделений, а расширен блок по учету грейдов, социальных льгот, обучения, адаптации, кадровых резервов. Ну, и то, что более часто используется, это допуска к работам, медосмотры, инструктажи, то есть плановые, там, вводные и так далее, и учет несчастных случаев на производстве. И еще одно различие, это то, что ERP, в принципе, более тяжеловесная программа, и в ней зарплата фактически может отражаться только после того, как проведены банковские документы, и банковские документы об оплате. В ЗУПе немного упрощенный способ прохождения, и отчеты, например, по НДФЛ можно строить сразу после того, как вы сформировали ведомость на посетение, то есть обратите внимание, не платежные поручения с отметкой банка, то есть которые загружены по выпискам, о том, что выписка прошла, и ведомость оплачена, а только после формирования ведомости, то есть отсекая банковское подтверждение. То есть ERP мы будем ждать, пока будет проведена выписка из банка, и у нас пройдет документ списания безналичных денежных средств, только после этого программа посчитает, что зарплата выплачена. Соответственно, в ЗУПе, во-первых, происходит быстрее, а во-вторых, некоторые процедуры немножко сокращены. Большой плюс ЗУПа – это то, что когда выходят какие-то изменения, но при новых релизах, то обновления выпускаются первоначально для ЗУПа, и уже потом только переносятся в ERP. То есть, соответственно, по времени в ERP новые релизы появляются, которые содержат изменения по ЗУПу, появляются спустя 2-3 недели. На практике это не всегда критично, потому что работа с зарплатой, с кадрами требует определенного времени. То есть пока будут проведены кадровые документы, пока будут проведены расчетные документы, и уже потом будут сформированы ведомости на выплату. На самом деле, в ERP, собственно, есть одно существенное отличие от ЗУПа. В ERP все показатели типа константы, то есть мруты, еще какие-то константы, автоматически при обновлении актуализируются. Они также актуализируются и в ЗУПе, но в ЗУПе можно вручную добавить какие-то изменения. То есть если вот вчера приняли новый МРОТ, а сегодня вам надо с его учетом изменить начисление, то в ЗУПе вы можете добавить строчку по актуализации таких показателей. Напомню, что на этот год МРОТ опять же увеличен, составляет он 16 242 рубля в месяц, и этот расчет установлен на этот год, причем рассчитан он по новым правилам, не так, как рассчитывался МРОТ раньше. По информации, которая на сегодня, то есть на январь имеется, на 2024 год МРОТ будут исчислять, исходя из темпа роста минимального размера труда, превышающего на 3% пункта темп роста величины прожиточного минимума. Ну вот вы видите на экране пример, не пример, а методику, новую методику расчета МРОТа на 2024 год. Для конкретно бизнеса, для конкретно бухгалтерии и кадров нужно помнить, что 16 242 рубля – это минимальная затрата, которая утверждена на федеральном уровне. Соответственно, как я уже сказала, если у вас есть, допустим, какие-то надбавки территориальные или еще какие-то, то это будет добавляться, добавляются сверху. И второй момент, когда может действовать добавление к МРОТу, то есть когда территориальный или региональный МРОТ будет выше федерального, это если в вашем регионе существует трехстороннее соглашение, по которому установлен минимальный размер труда в повышенном размере. То есть если у вас бизнес, налоговые органы заключили трехстороннее соглашение, что, например, МРОТ будет не 16 242, а, например, 16 800 или какая-то другая конкретно цифра. Значит, почему это важно, почему мы на МРОТе ими останавливаемся, и посвящаем ему целую встречу, потому что от МРОТа зависит достаточно много других показателей. Сейчас мы вот про них и поговорим. Во-первых, МРОТ применяют для расчета пособий. То есть если у вас работник ушел на больничный лист, оплата первых трех дней за счет работодателя никуда не делась, и вы должны будете рассчитать ее, соответственно, уже с учетом новых реалий. Новые реалии – это, допустим, по больничному листу, если у вас устроился сотрудник, у которого старше меньше шести месяцев или у него был доход меньше МРОТа на текущий момент открытия больничного листка. А почему ниже МРОТа нельзя ставить оплату? Ну, во-первых, сейчас применяют совесть с большим удовольствием всеми контролирующими органами штрафы на должностных лиц. Кроме административных штрафов, вы видите размер штрафов на экране. То есть, в принципе, сумма-то достаточно ощутительная. То есть на должностных лиц это от 10 до 20 тысяч рублей, на предпринимателей от 1000 до 5000 рублей и на юридическое лицо, как на объект, от 30 до 50 тысяч рублей. Это первоначальный, так сказать, проступок. Если это повторное нарушение, выявленное в течение календарного года, то штрафы, соответственно, увеличиваются, и повторные штрафы будут от 20 до 30 тысяч, или дисквалификация, которая тянет за собой достаточно много последствий, начиная от того, что если ваши должностные лица дисквалифицированы, то налоговая может признать всю отчетность, которая от имени юрлица отправлена в налоговую инспекцию, может признать такую отчетность непредоставленной. А это, соответственно, очередные штрафы, очередные попадания в черные списки и так далее. Ну и, собственно, по предпринимательской деятельности, это у нас уже от 10 до 30 тысяч вместо 1000 и 5000. И на юрлиц штрафы увеличиваются вместо 50 тысяч рублей. Это будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей. То есть, как вы понимаете, естественно, при возможности избежать таких расходов, лучше это сделать заранее и проверить, чтобы в локальных нормативных актах были прописаны нужные цифры в соответствии с реалиями. Соответственно, у нас возникает вопрос, что делать, если вдруг обнаружилось, что мы где-то недосмотрели, и мрот у нас, например, остался на уровне прошлого года или еще хуже, позапрошлого года. Как в этом случае выкрутиться из такой ситуации? На самом деле, путей достаточно много. То есть, мы можем поднять зарплату работника до федерального или регионального оборота, если он у вас выше, чем федеральный. И что в этом случае мы можем изменить? Как себе подстелить соломки? То есть, изменить можно увеличить оклады. То есть, соответственно, в этом случае кадры должны оформить документацию о том, что изменяется окладная часть, внести изменения в штатное расписание. И самое трудоемкое – это сделать доп. соглашение к трудовому договору. То есть, к каждому трудовому договору делается доп. соглашение и, соответственно, приказ. Он может быть, допустим, приказ на список сотрудников, но это необходимо оформить именно в таком порядке. То есть, доп. соглашение и приказ об увеличении окладов. Можно увеличить премию, если у вас предусмотрено правилами штатным расписанием, положение о премировании, положение об оплате труда, предусматривает, допустим, начисление премий, то в этом случае можно увеличить не окладную часть, а премиальную часть. И в этом случае мы также должны составить доп. соглашение к трудовому договору, соответственно, на каждого сотрудника и, соответственно, к каждому трудовому договору приложить уже этот конкретный документ. Можно увеличить премию, которая назначается приказом. Это более, может быть, быстрый, но достаточно трудоемкий процесс, потому что в этом случае вы должны издать приказ о повышении размера премии, в соответствующем порядке его утвердить, донести до сотрудников, то есть получить их подпись о том, что они ознакомлены с этим приказом. Ну и, соответственно, кадровики должны все это дело подшить в кадровые документы. Когда сотрудников у вас немного, допустим, для малых предприятий это может быть ограничено, например, для упрощенцев это 130 человек. Ну, если у вас сотрудников, естественно, там 500 и выше, то это уже достаточно трудоемкий процесс. Вы можете предусмотреть постоянную доплату. То есть, фактически, вот то, о чем мы говорим, это изменение формулировки, какую часть вы повысите. То есть, либо увеличить оклад, либо премию, либо, соответственно, какую-то доплату. Ну, а фактически это все дело практически идентично. Делается до договора и приказ, который вводит в действие, это доп. соглашение. Можно сделать немножко другой документ, то есть, не затрагивая трудовые договора, установить доплату до нового мрота. В этом случае достаточно одного приказа, но, тем не менее, это, так сказать, обеспечительная документация, на которую нужно уделить внимание и выделить время на ее изготовление. Собственно, после того, как мы проверили в программе настройки, что у нас входит, что не входит, какие надо изменить документы, все проверили, все у нас хорошо и красиво, возникает вопрос, а как быть с расчетами, когда мрот увеличился, а, допустим, какие-то сложные ситуации. Ну, например, если ваше предприятие имеет право применять пониженный тариф, то новый мрот, когда в случае, может быть применен. Ну, во-первых, пониженные тарифы в основном имеют право применять предприятия, которые относятся к малому и среднему предпринимательству, для того, чтобы в этом отношении быть 100% уверены, что вы имеете такое право, нужно проверить, внесена ли ваша организация в реестр МСП. То есть проверить, выужена ли в реестре ваша организация, если по какой-то причине оказалось, что вы там отсутствуете, то, соответственно, проверить и добиться того, чтобы она была туда внесена. Напомню, что в реестр МСП включаются организации, ну, допустим, по общепиту до полутора тысяч человек и, соответственно, доходом от общественного питания не менее 70%. И в этом случае такие организации, которые попадают под вот эти критерии, имеют право применять пониженный тариф 15%. В принципе, экономия существенная, и для того, чтобы ее получить, стоит, в общем-то, побеспокоиться. То есть, если вы убеждены о том, что вы малое и среднее предприятие, это еще не говорит о том, что это так и есть. То есть вам нужно проверить сведения о вашей организации через реестр. Если, например, у вас в январе или в феврале сотрудники уходят в отпуск, или вы их отправляете в командировку, там куда-нибудь во Владивосток и так далее, что в этом случае вы должны сделать. Если у вас в январе, например, работники идут в отпуск, то в этом случае и отпуск, и командировка затрагивает расчет по среднему заработку. И вам нужно проверить, правильно ли в связи с увеличением рота вы рассчитали им отпускные и командировочные. Средний заработок за период отпуска и за период командировки, когда вы его рассчитали, должен быть, обратите внимание, не меньше федерального рота. То есть именно федеральный рот вы должны проверить при расчете этих начислений. Если, например, у вас сотрудник в январе был на больничном, то вы рассчитываете ему пособие за первые три дня нетрудоспособности уже с учетом нового федерального рота. То есть обратите внимание, соответственно, когда мы считаем средний заработок, у нас получается, что мы берем период, который предшествовал январю. Значит, в этом случае нужно обращать внимание на то, что сумма учитываемых выплат не может быть меньше величины, рассчитанной, исходя из мрот. То есть если у вас копейка в копейку был, допустим, мрот предыдущих периодов, то есть человек получал именно его, а не копейкой больше, то рассчитанная сумма заработка за два предыдущих года будет меньше нового мрота. В этом случае вы должны проверить, чтобы сумма выплат не была меньше величины, рассчитанной, исходя из мрот. Минимальный размер дневного пособия, тоже в основном для командировок, также не может быть меньше мрот в пересчете на один день. То есть если мы рассчитываем стоимость одного дня и потом умножаем ее на количество на количество дней, то, соответственно, у нас должно получаться не меньше мрота. теперь еще один вопрос. У нас с нового года, как все в курсе уже давно, произошло объединение фондов. Раз и произошло начисление, не начисление, а произошло введение единого налогового платежа и единого налогового счета. значит, соответственно, и изменилась отчетность. То есть у нас теперь сдается один отчет ДФС-1, который имеет одинаковые сроки предоставления. То есть уведомление должно быть уведомление о начисленных налогах должно быть отправлено в налоговую инспекцию не позднее 25 числа, уплата должна быть не позднее 28 числа. 25 число вроде уже переключилось, но спорные случаи остаются. Поскольку новый отчет ДФС-1 заменил старые привычные СЖВТД, СЖВМ, то там действовало правило, что, например, в некоторых ситуациях отчет должен быть представлен на следующий день после самого случая. То есть какие кадровые мероприятия в этом случае учитывались и учитываются? Это прием нового работника, даже если это совместитель, то есть человек по ГПХ, например, у вас работает, увольнение работника, приостановление трудового договора из-за мобилизации, восстановление действия трудового договора после демобилизации, подписание ГПХ-шного договора с физлицом и окончание действия такого договора. Эти требования содержатся в статьях 11-27 ФЗ. И, соответственно, что в этом случае предприятие должно заполнить? Вы видите перечень подразделов из этого отчета, которые должны быть сданы не в общепринятые сроки, а на следующий день после какого-то из этих мероприятий, про которые мы только что проговорили. То есть в этом случае отчет один, но сдавать вы его должны так часто, как у вас такие события приключаются. Почему разговор зашел именно об отчетности? Потому что соответственно учет МРОТа опять же учет нового изменившегося МРОТа опять же будет присутствовать при расчете например при увольнении сотрудника и так далее. То есть вы должны будете предоставить отчет не дожидаясь официальной сдачи полного отчета, а должны будете сдать вот эти вот листы. Титульный подраздел один подраздел один ну то есть аналоги СССР и СССР и СССР и СССР Сейчас мы с вами снова переключимся на демо-базу и поговорим вот про какую вещь. То есть кроме того что изменился МРОТ у нас в этом году приключалась мобилизация в связи с которой имеются во-первых меры социальной поддержки которые привязаны к мобилизации а во-вторых то что связано не конкретно с МРОТом который в этом году а с учетом по военкоматам то есть с воинским учетом эта тема тоже достаточно важна потому что сейчас применяются ну то есть правительство серьезно взялось за этот вопрос и если раньше многие предприятия особо малые особенно малые не обращали внимания на воинский учет то сейчас такая ситуация к сожалению уже не может продолжаться и в общем-то требует отдельных действий то есть когда вы будете проверять все свои первоначальные настройки то есть установление соответствия установленного МРОТ тому что отражено вашей версии соответствия новых релизов тому что в вашей версии отражено вам нужно будет обратить внимание вот на такой момент то есть например в зарплате управления персоналом в бухгалтерии ну и некоторых других конфигурациях весь функционал который предусмотрен для данной конфигурации виден сразу то есть вы сразу видите что например в программе есть а в ERP немножко другой подход то есть ERP изначально видны только видны активированы и видны только основные чаще всего используемые разделы если вам нужен какой-то дополнительный аспект то вы соответственно должны в настройках инсы и администрирования должны проставить флажок о том что вы используете этот подраздел тогда вам становится поступным и документы которые требуются для оформления функционала и отчета ну то есть соответственно весь спектр который предусмотрен предусмотрен для этого подраздела то же самое касается и воинского учета сейчас мы с вами снова переключимся на демо базу вот и еще раз вернемся в раздел инсы и администрирования и здесь посмотрим раздел зарплата как я уже говорила и раздел кадры то есть в разделе зарплата мы с вами проверяли то есть нас интересует не только МРОД нас интересуют некоторые другие функции а в разделе кадры нас интересуют виды учета которые должны были быть то есть вот видите во первых здесь отмечены дни которые были нерабочие из-за коронавируса но требуют оплаты то есть нужно проверить отмечены ли стоят ли у вас здесь флажки или может быть этот период вам не интересен поскольку например предприятие зарегистрировано позже этой даты дальше обратите внимание на отметочки и соответственно согласно этим отметкам у вас будет доступен функционал который позволяет это все выполнять но интересует нас сведения для расчета общего среднего заработка для пособия вот здесь вот у нас должен стоять флажоке и дальше нас интересует кадровый учет в кадровом учете мы должны проверить что у нас стоит отметка о том что ведется воинский учет то есть здесь точно также пробежитесь глазами потому все ли у вас отмечено из того что вы применяете по штатному расписанию не забудьте пройтись и интересует нас раздел воинский учет то есть вот этот флажочек воинский учет вы должны поставить в обязательном порядке потому что вести его должны все без исключения и после того как вы его проставили у вас становится доступно заполнение документов которые требуются для ведения этого раздела кроме этого вам нужно обратить внимание на отметку ведется учет бронирования граждан на период мобилизации если ваши сотрудники попадают под какие-то льготные категории которые не подлежат например мобилизации то соответственно вы ставите этот флажочек и вот поставленный флажочек обозначает что кроме того что вы получили возможность вести такой учет вы еще и можете точнее не можете а обязанность сдавать еще одну форму отчетную то есть вот этот флажок вы сдаете только одну форму а вот этот флажок вы сдаете еще две формы которые необходимо будет предоставить военкомат соответственно в этом случае извините у вас добавляется немножко дополнительной работы но в конфигурации что в ERP что в ZOOP достаточно много ну скажем так уже готовых документов которые вы можете собственно говоря использовать и что нас здесь интересует то есть вот нам в разделе кадры у нас сейчас откроется вот такой интерфейс и здесь есть отдельный блок воинский учет и соответственно здесь вы можете добавлять документы и для бронирования сотрудников и соответственно если у вас изменяются данные о составе сотрудников то мальчики или девочки у вас пришли или уволились ну и так далее то есть здесь практически доступен весь функционал который необходим для того чтобы подготовить и сдать отчетность в налоговую банком от извините налоговая инспекция на языке как по мини черту появится значит соответственно при расчете зарплаты у нас картина та же самая то есть у нас все начисления все удержания все отчеты ну то есть вот эти блоки и в зубе и в ERP у нас одинаковые и поэтому мы можем спокойно их использовать значит собственно говоря прелесть этого дела в том что ну вот допустим по воинскому учету не надо изобретать велосипед и придумывать откуда взять то есть основная информация нормативные так сказать документы то есть положение воинском учете и так далее уже имеются в конфигурации и достаточно их только заполнить то есть если у нас вот мы проставили вот здесь воинский учет и учет по мобилизации то при заполнении карточки организации то есть того места где мы с вами были в самом начале нашей встречи открываем карточку организации открываем это у нас сама карточка организации закладочку зарплата и кадры и обращаем внимание вот сюда то есть здесь у нас видите блок воинский учет и по гиперссылке изменить мы заходим в эту в эту в этот блок и здесь у нас уже есть документация то есть план работы по осуществлению воинского учета приказ о ведении воинского учета ну то есть задача пользователя просто распечатать эти документы в установленном порядке их согласовать утвердить ну то есть чтобы они у вас были наряду с такими документами как положение об оплате труда положение опримирования и так далее ну и соответственно чтобы это был текущий год а не год основания Киевской Руси так значит это мы с вами посмотрели и практически здесь у нас только одна вещь которая еще при работе с МРО там нас интересует это вот на закладочке зарплаты кадры районные коэффициенты графики работы сотрудников опять же по гиперссылке изменить мы переходим в интерфейс настройки этого блока и проверяем стоят ли у нас галочки то есть если у нас районные коэффициенты если у нас северные надбавки ну то есть выбираем из списка нужные показатели и устанавливаем время с какого они действуют но в принципе при изменении МРО территориальные надбавки у вас могут и не меняться то есть она у вас как в прошлом году действует так и в этом году действует то есть меняются соответственно только МРО и графики работы ваших сотрудников проверяйте чтобы у вас были все графики с учетом например если у вас есть сменные графики то должны быть учтены внеурочные часы или если у вас идет переработка у сотрудников ну то соответственно должны быть условия оплаты так значит мы снова с вами отсюда уходим нет не надо нам изменять и возвращаемся к нашим слайдам то есть я вам сейчас показываю практически те разделы в демо базе которые мы уже посетили которые мы руками потрогали для того чтобы именно зрительно отпечаталось что в разделе НСИ администрирования в кадровом учете мы должны проставить флажки о том что изменяется что ведется воинский учет и соответственно изменить в настройках организации конкретно раздел воинского учета ну то есть скажем так в пожарном порядке если вы вдруг до этого ничего такого не вели и слово воинский учет для вас вообще откровение Моисея то вы быстренько сюда приходите распечатываете эти документы поставляете эти флажки и потеряете руки то есть у вас есть и положение об оплате труда и положение оптимирования и приказ об организации воинского учета то есть все мы молодцы у нас все красиво при этом не надо забывать еще вот про какой момент кроме того что повышался мрот так сказать мелочь а приятно поскольку увеличились пособия социальные заплаты но и штрафы тоже увеличились штрафы в нашем случае привязаны не совсем к мроту привязаны они немножко по-другому то есть вот такой такая табличка как в прошлом году взимались штрафы и как в 23-м году будут взиматься штрафы если вы нарушаете отчетность которую должны предоставлять в единый социальный фонд про который мы уже говорили и собственно говоря не размер штрафов а порядок его уплаты то есть соответственно у нас размер штрафа за непредоставление или за недостоверную отчетность по сотрудникам остался прежний то есть как было 500 рублей за каждого работника так и осталось 500 рублей за каждого работника цифра может быть и небольшая если предприятие имеет немного сотрудников но соответственно если у вас предприятие колдингового типа то это уже будет существенно изменился срок уплаты то есть в прошлом году вы должны были в течение 10 календарных дней уплатить штраф календарные дни у нас считались от даты получения требования от пенсионного фонда например об уплате штрафа в этом году у нас уже не пенсионный фонд а объединенный социальный фонд и срок у нас дается больше 20 календарных дней опять же от даты получения требования от ЕСФ об уплате штрафа но в этом году действует такая же система как действует при уплате штрафов от ГИБДД если вы укладываетесь в эти дни то есть в 20 календарных дней то вы можете заплатить не весь штраф а только его половину то есть соответственно снижение на половину штраф это тоже достаточно приятная мелочь ну конечно если мы нарвались на штрафы и в случае если компания подает уточненные сведения в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления об устранении нарушений то в этом случае у нее не будет штрафных санкций но также если предприятие само выявило ошибки то есть не фонд вам прислал требования а ваши бухгалтера сами постарались то в этом случае ошибок тоже можно избежать но здесь есть еще другое требование то есть чтобы не было штрафных санкций вы должны перерассчитать недоимку заплатить ее и только после этого отправлять уточненку по отчетам поэтому вот на такой момент нужно обратить внимание чтобы не выпадать на штрафы или если уж вы видите что никуда не деться вы напоролись то как минимум выйти с минимальными потерями то есть либо снизить штраф либо подать уточнение ну то есть вам выбирать уже самостоятельно и итог по воинскому учету то есть какие отчеты мы должны предоставлять и кому конкретно то есть воинский учет у нас собственно говоря контролируется военкоматом то есть военный комиссариат и если мы только ведем воинский учет мы сдаем одну форму отчетности предоставляем ее в течение двухнедельного срока с даты события ну например вы приняли на работу мужчину который подлежит воинскому учету значит в этом случае вы должны в течение двухнедель подать сведения об этом военкомат то есть кроме того что вы подаете сведения в единый социальный фонд о том что он у вас принят или уволен вы еще должны подать и в военкомат сведения вот здесь нужно обратить внимание на то что у региональных военкоматов могут быть разработаны какие-то свои формы то есть практически сама состав формы одинаковый но могут быть мелкие ссылки там например ну грубо говоря логотип вашего военкомата или еще какие-то аналогичные тонкости то есть форму предоставления с начала года лучше уточнить у военкоматов некоторые военкоматы имеют свои сайты где размещают такую информацию или размещают ее у местных органов на сайтах у местных органов власти ну то есть вот это лучше уточнить с начала года также вы должны предоставить сведения о гражданах которые у вас работают но не состоят на воинском учете хотя обязаны ну то есть предоставляется отчетность о юношах с 15 до 16 лет и с 16 и дальше и соответственно план по ведению воинского учета вы должны сдавать ежегодно до 31 декабря ну как бы что у вас это все ведется и мы с вами уже посмотрели что на самом деле вести это достаточно несложно нужно просто распечатать вот как на этих слайдах распечатать два документа из конфигурации то есть конфигурации они уже учтены присутствуют и в зупе и в ерпи еще раз мы с вами переключимся на ерпи и последняя информация которую нормативно я хотела бы вам напомнить мы про нее уже говорили то есть это в каком случае отчетность признается не предоставленной значит и в этом в этой информации обратить ваше внимание на то что отчетность такой будет признана непредоставленной в случае если руководитель вашего лица дисквалифицирован то есть если он попал под штрафы когда под штрафы под санкции которые связаны с занижением минимального размера платы труда то есть если у вас в штатном расписании указано что например у вас завхоз работает полностью по производственному календарю полный рабочий день но при этом получает например 13 тысяч рублей то вы своего директора подставили именно под этот пункт то есть если вам надо чтобы ваш завхоз получал 13 тысяч рублей значит вы должны рассчитать что он работает по производственному календарю но не целую ставку а там 0.5 ставки или 0.75 ставки но оклад его оклад полной ставки составляет 16 тысяч 242 рубля ни копейка меньше работает он не полный день поэтому получает сумму которую вы согласовали снова переключаемся на демо базу и показать я хотела еще пару моментов которые связаны именно с отчетностью отчетностью не только по муротам и по превышениям скажем так или занижениям базы а вот такой момент то есть у нас есть раздел регламентированный учет и в регламентированном учете есть еще вот такой раздел настройки и справочники это первый момент который нас интересует и второй момент который нас в этом разделе интересует это 1с отчетность сейчас я скажу почему отчетность а пока мы вернемся к нашим первоначальной настройке первоначальной цели то есть настройки и справочники по регламентированному учету и интересует нас в этом плане группы финансового учета финансового учета номенклатуры и так далее то есть здесь как вы видите есть гиперссылка и здесь есть небольшая тематическая подсказочка для чего это предусмотрена конкретная например группа финансового учета то есть здесь у нас используются различные классификаторы то есть более-менее постоянные группы и классификаторы и постоянные какие-то константы то есть когда вы начинаете работать с отчетностью нового года проверьте чтобы у вас был перенастроен план счетов бухгалтерского учета почему это важно потому что при введении единого социального единого налогового платежа у нас есть необходимость добавить некоторые субсчета то есть например к счету 68 поскольку у нас практически появился ну скажем так как транзитный счет то есть единый социальный счет у нас работает как транзитный то есть на него поступают денежные средства и с него распределяются уже по конкретным КБК по конкретным разделам бюджетов и так далее то есть соответственно мы с вами должны внести дополнительный субсчет в план счетов на самом деле создать его очень несложно то есть можно просто скопировать какой-то из этих можно не скопировать а создать самостоятельно заново но скопировать в таких случаях говорят лень двигатель прогресса потому что если вы создаете заново вы должны все эти поля ну как бы заполнить а если вы копируете то у вас соответственно сохраняются основные настройки того что вы копируете вы можете уже изменять ну скажем так не все сплошным ковром а уже что-то выборочное и соответственно вы добавляете ну как минимум счет для учета движений по единому налоговому счету а как максимум ну соответственно делайте так как вам удобно потому что возможно вы будете добавлять еще дополнительные субсчета к 69 счету здесь на самом деле возникает тоже много вопросов итак мы с вами посмотрели где нам изменить добавить дополнительные субсчета которые в этом году нам вынуждены их добавлять то есть понадобятся нам в этом году и второй момент который мне хотелось показать это регламентированный учет раздел регламентированного учета под раздел 1С отчетность то есть здесь у нас регламентные отчеты это журнал наших созданных отчетов которые мы отправляли или готовили ну то есть здесь у нас отражены все отчеты и дальше блок уведомления переписка игре личные кабинеты и сообщения в контролирующие органы то есть можно и отсюда выбрать но удобнее если мы переходим в журнал созданных уже отчетов переходим так сказать чтобы иметь перед глазами уже созданные отчеты в виде этих статусов то есть например в работе принят не принят мы кроме перечня этих документов видим вот верхняя панель верхняя линейка пиктограмм панель меню мы видим те же самые функции которые мы можем видеть из раздела инсей администрирования то что я вам показывала раньше и что нас здесь интересует соответственно переписка поскольку сейчас в этом году сроки на реагирование от организации на какие-то письма что налоговые инспекции что каких-то других фискальных органов сильно сокращены то есть от 5 до 10 дней здесь оказывается очень важным не упустить лишний лишний день грубо говоря и в этом случае разделы уведомления и личные кабинеты нам очень помогают особенно если вы используете 1С отчетность то есть 1С отчетность это не только раздел не только название раздела но это и название дополнительного сервиса который позволяет общаться с фискальными органами напрямую через их сервера то есть в этом случае мы исключаем из документа оборота например операторов электронных документов то есть операторов ТКС там СБИС Астрал какие у нас там еще есть контур ну то есть тех через кого мы привыкли передавать отчетность и в этом случае у нас обмен идет напрямую с нашего сервера на сервер соответствующего контролирующего органа и мы можем более быстро на это реагировать а вот личный кабинет это вообще изумительный сервис то есть он помогает видеть конкретно создать свой кабинет допустим на сайте налоговой инспекции на для ФСС для ну короче для всех видите и Росприрод надзора статистика и единый портал госуслуг то есть мы можем на любом там ресурсе создать личный кабинет и видеть там свои взаимоотношения с конкретным с конкретным поставщиком услуг если можно так сказать с конкретным фискальным органом обратите внимание то есть вот здесь у нас были личные кабинеты соцстрах допустим другие какие-то то есть вот эти вот функции за единым социальным фондом они сохранены и работать с ними вы также сможете то есть есть просто личный кабинет организации а есть личный кабинет на этом же ресурсе для работы с электронными листками нетрудоспособности подтверждения вида деятельности начисления различных социальных мер социальной поддержки то есть социальных выплат ну и в принципе это очень удобно потому что в этом случае вы видите что например вы отправили сведения по больничному листку и вы видите то есть принял его фонд не принял может быть там какие-то ошибки от вас требуются пояснения ну то есть вы видите практически все движение по данным документам поскольку у нас сейчас все переведены на прямые выплаты не только экспериментальные регионы как было раньше то практически сейчас собственно говоря задача работодателя только отслеживать то что касается начисления пособий по трем дням которые он должен оплатить сотруднику все остальное поскольку это прямая выплата это уже задача конкретно фонда и фонд уже делает и расчеты и начисления и перечисляет денежные средства единственное конечно если там возникают какие-то вопросы или расхождения он пришлет вам запрос уведомления и так далее снова возвращаемся к нашим слайдам и вернемся снова к нашей первой страничке значит здесь нас что интересует поскольку наше время к сожалению с вами подошло к концу то я хотела еще раз вернуться к нашим реквизитам к нашим контактам то есть к нашим быстрым так сказать контактам и к адресу нашего сайта и сказать что мы будем рады ответить на ваши вопросы если они у вас возникли или у вас есть возможно какие-то индивидуальные вопросы вы можете их задать любым удобным вам способом ну если это будет какой-то письменный формат то в этом случае мы вам сможем ответить более подробно и более предметно то есть уже конкретно касательно вашей ситуации на этом компания Кодерлайн прощается с вами мы благодарим вас за время которое вы нам уделили за внимание и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество будем всегда рады помочь и оказать необходимую поддержку благодарю вас за внимание всего доброго до сих пор